Будем с вами сегодня готовить йоркширские пудинги. Я уверена, что сейчас многие удивятся и не знакомы с этим рецептом. На деле это получается как ленивые профитроли, которые можно использовать в качестве начинки и подавать их с паштетом, с икрой, с какой-нибудь сладкой начинки в виде шоколадной пасты. Нам понадобится мука, молоко, яйцо, соль и все. И самое главное в этом рецепте, это то, что нужно заранее достать ингредиенты холодные из холодильника, либо согреть их, чтобы они были комнатной температуры. Берем яйцо, добавляем его в какую-нибудь глубокую емкость. Идеально подходит вот такая вот чаша для ручного миксера. Добавляем сюда щепотку соли. Хорошо заранее разогретый аэрогриль я ставлю сразу формочки. Здесь есть некоторые нюансы. Ставлю формочки и прямо сюда наливаю масло в каждую формочку. Чуть меньше половины, прям много не нужно. Теперь закрываем осторожно, чтобы не пролить масло. И разогреваем наше масло 200 градусов, где-то 12 минут, пока занимаемся тестом. Яйцо нам нужно хорошо взбить в пышную пену. Яйцо хорошенько взбили. Теперь сюда добавляем молоко. Сюда же добавляем просеянную муку. Также хорошенько эту маслу нужно взбить до однородной консистенции. Самое интересное, масло у нас хорошо разогрето. Открываем осторожно. Почему важно использовать именно такую емкость? Потому что мы не будем заставать формочки, а будем наливать сразу вот прям масло. Берем и наливаем тесто. Ну, немножко на глаз. Мне нужно заливать полностью. И меняем время. Можно оставить также 200 градусов. Можно сделать даже где-то 195 градусов. И ставим на 18 минут. Они должны начать подниматься. Пока наши пудинки готовятся, я вам хочу поближе и наглядно показать, сколько нужно наливать масла. Почему столько? Где-то, вот видите, сантиметр высотой. Не больше. Потому что, когда вы будете добавлять тесто, масло, естественно, полезет наверх. И может у нас распрыскаться по дну. А нам это не нужно. Поэтому вот буквально немножко, чтобы можно было хорошо разогреть и поместить в тесто. Видите, что происходит? Видите, как они поднялись. Получились такие как будто пончики. Сейчас нужно слить лишнее масло и дать стечь им на салфетке. Это идеальная база для каких-то начинок. Хочу вам показать сейчас его, как он выглядит в пустом виде. Такой хрустящий, реально напоминает пустой профитроль. Можно добавить сюда творожного сыра и икры. Можно добавить паштет. А можно взять шоколадную пасту. Вот так вот намазать. Добавить сюда какую-нибудь ягодку. И получается очень-очень вкусно. Слушайте, напоминает прям, знаете, какую-то пироженку. Только получается очень быстро, вкусно, никаких заморочек.